Добрый день! Эксклюзивная информация, реконструкция событий, уникальные документы и видеосъемка. Это программа «Союзники» и Алан Базиев. Смотрите сегодня. Взрывоопасные игры, новогодние забавы с петардами делают из людей инвалидов или даже приводят к смертельному исходу. Запрещена продажа апеллотехники Азербайджана. Самооборона или хулиганство. В России участились случаи применения травматического оружия. Непонятно возможность, когда можно пулю схлопотать. С-300 в подарок. Щедрый жест в знак укрепления военного сотрудничества России и Казахстана. Нет возражений. Принимаем решение. Драки чуть не переросли в войну. В Москве уже неделю кипят настоящие уличные бои. Мелкие группы националистов нападают на гостей столицы. Выходцы с Кавказа отвечают тем же. Партизанские стычки в столице начались после массовых беспорядков на Манежной площади. Второй серией стала драка около Киевского вокзала. Но здесь враждующие стороны оказались хорошо подготовлены. Правоохранительные органы изъяли у митингующих десятки травматических пистолетов, сотни дубинок и ножей. В наручниках оказались более тысячи человек. Такого в Москве не видели со времен путча в начале 90-х. Самооборона на грани убийства, уличная драка, разборка на дороге, пьяная вечеринка. Последнее время почти все они заканчиваются стрельбой из травматического оружия. И часто с летальным исходом. Ведь по сути травматический пистолет тот же огнестрел, только с резиновой пулей, иногда с остальным сердечником. Можно ли защитить себя и при этом не попасть на судебную скамью, расскажет Сергей Лисковский. Более тысячи человек задержаны в Москве за эту неделю. Причины беспорядков устанавливаются, виновных обещают наказать. Трагические события снова подняли острую проблему применения травматического оружия. У задержанных было изъято несколько десятков резинострелов. Стоит отметить, что Егор Сверидов, со смерти которого и начались массовые беспорядки, был убит именно из травматики. Подборка новостей. За последнюю неделю «Москвич» открыл стрельбу из травматического оружия на станции метро «Лубянка». Из травматического пистолета убит сотрудник госимущества. В питерском интернет-клубе устроили стрельбу из травматики. И так далее, и так далее. Стреляют на дорогах, в подъездах, во дворах. Вечером Константин, как обычно, вышел на прогулку со своими таксами. По дороге встретил друга. Они пошли по привычному маршруту от подъезда к школьному двору. И тут мы видим нам в лицо направленную осу. Травматический пистолет. Краем уха мы услышим, один говорит, давай, давай, стреляй, стреляй. В общем, выстрел первый. И за ним гремит второй выстрел. Уже просто по нам направлено. И попадает в забор где-то на уровне груди. Между вот мной и соседом. Долго искать преступников не пришлось. Дальше ближайшего пивного ларька они не пошли. Решили отметить перестрелку. Пьяные подростки стреляли с пистолета просто так, для развлечения. Почти половина драк в России заканчивается применением травматического оружия. Проходила изрядно выпившая кампания, которая как бы слово за слово и, как обычно, зацепились. В ход пошли, как бы, помимо бутылок и всего остального, соответственно, какие-то предметы, типа ножей. На тот момент я обладал травматическим пистолетом ТТ-лидер. Пришлось его применить. По закону должен прозвучать предупредительный выстрел. И только после этого можно направить ствол травматического пистолета на нападающего. Кроме того, необходимо убедиться, а после доказать в суде, что угрожали именно тебе. Но в реальной драке сделать это крайне сложно. Суд вынес приговор по статье 37-й превышение самообороны. Вот. Два года условно. С лишением лицензии на наношение травматического оружия. Но головная ответственность горячих голов не пугает. К тому же суды завалены такими делами, а травматический пистолет есть у каждого десятого водителя. Привычный хамстер на дорогах теперь грозит обернуться трагедией. При аварии, когда я вышел из машины выяснять отношения, вызывать, не вызывать ГАИ, выскочили два качка. Но я с ними посмотрел, справиться не смогу. Ну, достал. Был травматик у меня. Достал травматик. Кто не знает, может подумать, что этот пистолет Макарова. Вот и все. То есть эффект чисто визуальный. Дмитрий смог себя защитить без применения травматического пистолета. Он его лишь продемонстрировал. Как опытный инструктор по стрельбе, он знает, в реальности доказать правомерно или нет было применено травматическое оружие. Практически невозможно. Все зависит лично от судьи. Сейчас это такое расплывчатое, неопределенное понятие, которое в основном оставляет усмотрение лица принимающего решения. То есть следователь будет решать, что это такое было. Вот это усмотрение, вот эта пробельность закона и вот эти несовершенные системы оценки деятельности правоохранительных органов приводят к тому, что в ситуации, когда человека можно было оправдать, ему дали два года условия. Запорядить или нет травматическое оружие, споры не утихают ни на минуту. Известный переводчик «Гоблин», он же бывший опер Дмитрий Пучков, уверен, травматическое оружие должно быть, но выдавать его следует не всякому. Сам «Гоблин» ходит с ножом, а травматический пистолет держит для защиты дома. Все постоянно приводят нам в пример США, что в США вот там все такие воспитанные, там все такие хорошие, вот они все воспитанные и хорошие исключительно потому, что непонятна возможность, когда можно пулю схлопотать. Еще в ноябре этого года Дума планировала принять законопроект, по которому травматическое оружие приравнивается к боевому. Но на данный момент все остается по-старому. Травматику может купить практически каждый. Сергей Лесковский, Анатолий Романов, Михаил Антонов. Программа «Союзники». Москва. Лицевые ожоги, оторванные пальцы. О возможных последствиях применения пиротехники знают все. И тем не менее продолжают покупать взрывоопасные игрушки. В преддверии новогодних праздников МВД Азербайджана усилила контроль за пиротехникой и ее продавцами. Больше половины рынка заполнено контрафактным товаром и продают его из-под полы. Где и как можно приобрести смертельно опасные игрушки, узнавал Ильшан Алиев. Запускать петарду в общественных местах станет дорогим удовольствием. Слишком большие штрафные санкции как для взрослых, реализующих запретный товар, так и для детей. Но несмотря на это, продавцы и любители фейерверков все еще продолжают нарушать закон. Центр Баку, площадь фонтанов в 7 вечера. То, что началось время тусовок подростков, символизирует взрывы петард. Безопасность, конечно, надо соблюдать. Во-первых, и самое главное, 31-го только, а не так, как там. Некоторые за два месяца до Нового года начинается пах, пих, пах, вот эта вот система, короче. Запрещенный товар подростки берут у мелких торговцев. В основном это глухонемые. Легально им можно продавать только сигареты. Петардами же они торгуют из-под полы. Правда, доверяют не всем клиентам. Мы попытались приобрести пиротехнику в одной из нелекальных точек. Для Акрама и его друзей детская шала с новогодними петардами закончилась трагически. Год назад опасные игрушки едва ли не лишили их жизни. Можно сказать, им тогда повезло. Они получили ожоги первой и второй степени. Лечение не закончилось до сих пор. Теперь наши свестники смеются над нами. Прогорели весь. Я их понимаю. Но поверьте, здоровье слаще всего. Больше никогда не притронусь к петардам. Ведь у меня пострадал еще четвероногий питомец. Помимо людей, от взрывоопасных игрушек зачастую страдают и животные. Ветеринарные клиники в канун праздников по очередям не уступают обычным травматологиям. Иногда, если приходит клиент и говорит, что у него нет денег, не может он заплатить. Вот животное, чтобы помочь ему, мы это делаем бесплатно. Борьбу с недобросовестными продавцами ведет Союз свободных потребителей. Именно к ним часто поступают звонки с жалобами. Горожане предлагают привлекать торговцев опасным товаром не к административной, а к уголовной ответственности. Запрещена продажа пиротехники в Азербайджане. Это естественно. В развитых странах такие вещи не продаются. Но, к сожалению, мы обнаружим, что поступает в азербайджанский рынок такие неприятные, нежелаемые товары, как и пиротехники. По статистике, зачинщиками многочисленных пожаров становятся подростки. Помимо того, что они колечат сами себя, страдают и окружающие. Уже не говоря о психологической травме, которую доставляют людям шумя во дворах. Поэтому в этом году министр образования запретил отмечать праздник Нового года в школах. Более того, под запрет попали даже бенгальские огни. Их нельзя зажигать в общественных местах. Иначе стать за хулиганство и привлечение к ответственности родителей. Эльшан Алиева, Минак, Вердива, Амелькасумов. Союзники. Азербайджан. Огонь, вода и техногенные катастрофы. С такими противниками сражали спасатели Кыргызстана на учениях МЧС в Чуйской области. В них был задействован почти весь личный состав спасательных подразделений Бишкека. Таких крупномасштабных учений в республике еще не было. Главной новинкой стали современные микроавтобусы МЧС. С их помощью можно победить практически любое стихийное бедствие. Подробнее Бакыт Кулчуманов. Пять утра. Мощное землетрясение в восемь баллов подняло на ноги почти весь личный состав МЧС республики Кыргызстан. Оповещение о стихийном бедстве дало старт операции по спасению пострадавших. По легенде учений землетрясение привело к серьезным последствиям. Много людей оказалось под завалами. Пострадало несколько заводов, использующих при производстве ядовитых вещества. И произошла авария на газопроводе. Таких масштабных учений в Кыргызстане еще не было. Была задействована почти вся имеющая техника и даже вертолеты МЧС. Борт МЧС эвакуировал пострадавших людей из зоны землетрясения. В это время пожарные демонстрировали свои навыки борьбы с огнем. Несколько расчетов ликвидировали условные возгорания на газопроводе. При техногенной аварии без специального снаряжения не обойтись. Оперативный дежурный Валерий Чернов на практике с такими авариями не сталкивался отрабатывать навыки на учениях. Здесь условно перевернулась цистерна с жидким азотом, с аммиаком. Наше дело было локализовать разлив вот этого жидкого аммиака и предотвратить распространение аммиачного облака в сторону населенного пункта. Работа под завалами, извлечение людей из искореженных машин. В операции были использованы микроавтобусы. На борту есть все необходимое для ликвидации любых стихийных бедствий. Эти современные реанимобили стоят на службе почти во всех подразделениях МЧС республики. Плюс к этому в прошлом году Кыргызстан приобрел в России 75 новых пожарных машин. Другой этап учения не допустить прорыва дамбы на одном из крупнейших хранилищ радиоактивных отходов в республике. Их называют хвостохранилища. За считанные часы спасатели МЧС укрепляют плотину и не допускают выброса вредных веществ в реку. Здесь никакой показухи нет. В принципе, все идет в то обусловленное время, которое предусмотрено для проведения тех или иных спасательных операций. Здесь у нас развернуто 9 учебных точек. Учитывают в основном те ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни. Такие командно-штабные учения спасатели обещают проводить регулярно и во всех регионах страны. Одним из приоритетных направлений считают содействие жителей во время чрезвычайных ситуаций. Для этого планируется проводить специальные учения с гражданским населением. Баклы Лучманов, Султан Шайбеков и Марлен Маматканов. Программа «Союзники Кыргызстан». Это программа «Союзники». Смотрите во второй части нашего выпуска. С-300 в подарок. Щедрый жест. Знак укрепления военного сотрудничества России и Казахстана. Нет возражений. Принимаем решение. Глаза и уши против воздушной обороны. Радары радиотехнических войск в Кашире не дадут и мухи пролететь над Москвой. Обнаружена цель в районе Внуковых. Защита в подарок России и Казахстан подписали план военно-технического сотрудничества на 2011 год. Министр обороны двух стран встретились в Москве на этой неделе. На переговорах обсуждался блок вопросов взаимодействия в военно-космической сфере. Он касался сотрудничества в использовании системы ГЛОНАСС и участия Казахстана в системе информационного оповещения о ракетном нападении. Кроме того, Россия преподнесла неожиданный сюрприз казахстанским коллегам. Подробнее в репортаже Динары Акалжановой. Министр обороны Казахстана прибыл в Москву по приглашению российского коллеги. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы взаимодействия в военно-космической сфере. Один из них – использование системы ГЛОНАСС. О применении и развитии российской глобальной навигационной спутниковой системы стороны договорились еще два года назад и подписали соответствующее соглашение. То есть такой большой сектор вопросов, который требовал буквально сегодняшнего решения. Мы их обсудили, приняли ряд решений, в том числе и о создании рабочей группы новой, которая рассматривает те инициативы, которые я сегодня услышал казахской стороны и те, которые мы предложили. Также министры договорились об участии Казахстана в системе информационного оповещения о ракетном нападении и контроле космического пространства. Кроме этого, на следующий год запланированы три совместных учения – боевое содружество, центр и ШГС. Первые два пройдут на территории России, третья – в Казахстане. Я думаю, что сегодняшняя встреча должна ознамевать новый этап в развитии сотрудничества между двумя военными ведомствами. Тем более, что сейчас происходят такие масштабные события в жизни наших государств, создание таможенного союза, в котором прежде всего Россия и Казахстан играют ключевую роль вместе с Белоруссией. Речь идет об активизации нашего участия и сотрудничества в рамках ОДКБ. Кроме этого, в рамках военного сотрудничества Россия поставит Казахстану до 10 зенитно-ракетных систем С-300. Поставки начнутся в 2011 году. Комплексы С-300 передадут Казахстану бесплатно. Казахстанские независимые военные эксперты по-своему оценили российскую помощь. Говорят же, бесплатный сыр только в мышеловке. Но в данном случае, допустим, России гораздо выгоднее иметь доброго соседа, хорошо подготовленного в военном отношении, оснащенного современным оружием с тем, чтобы закрыть южные границы. Подарок от российского оборонного ведомства республика получит для создания единой системы противовоздушной обороны. Она укрепит общее оборонное пространство двух государств. Казахстанские военные полностью возьмут на себя ответственность за прикрытие воздушного пространства России вдоль границы с республикой. Динара Аглжанова, Самат Кельминбетов, программа «Союзники. Казахстан». СНВ раздора в американском конгрессе разгорели серьезные споры по поводу нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Непонимание среди конгрессменов возникло еще на этапе рассмотрения. Демократ Генри Рид предложил уделить СНВ пару дней во время Рождества. Но республиканцы категорически отказались. Они не готовы жертвовать на СНВ праздничные дни. Кстати, противники договора активно используют тактику затягивания времени. Так, сенатор Джим Дэммин предложил зачитать вслух все пункты СНВ. А это занимает не менее 15 часов. В итоге, после голосования, начало дебата по договору было одобрено. За высказались 66 человек, против 22. Небо на замке, по крайней мере, до тех пор, пока свою вахту несут радиотехнические войска. Огромные локаторы ежесекундно сканируют воздушное пространство. От их электронных глаз не укроется ни один самолет или вертолет. Если на дороге инспекторы ДПС за всеми нарушениями усмотреть не могут, то в воздухе даже немного отклониться от курса не позволят. На этой неделе нашу съемочную группу пустили в святая святых Московского кольца обороны. Радиотехнический батальон в подмосковной Кашире. Как без оружия защищают столицу радиотехники, расскажет Игорь Наймушин. Смертники. Так они называют себя в шутку, но в ней есть доля правды. Радиотехнические войска, глаза и уши ВВС и ПВО. А значит, первые в расстрельном списке любого вероятного противника. Первый девятый. Обнаружена новая цель. 170-230. Без сигнала опознавания. Вот такая радиолокационная станция неба прикрывает территорию в радиусе 400 километров. Мимо ее железных ушей не проскользнет ничего крупнее птицы. Предназначенная для обнаружения, сопровождения воздушных объектов, находящихся на высоте от 50 метров до 50 километров. Также определение его госопознавания, маневры и все остальные характеристики. Уничтожить огромное беззащитное небо труда не составляет. Но на случай боевых действий у радиотехнических войск припасен комплекс с озвученным названием. Противник. По своим характеристикам он мало уступает старшему брату. Зато всегда может избежать удара и развернуться в любом удобном месте. А вот эта станция боевого режима маневрена и предназначена для в случаях введения боевых действий, выдвижения в другие позиционные районы. Ответственность, которая лежит на батальоне радиотехнических войск, сложно переоценить. Операторы РЛС «Небо» несут круглосуточное дежурство и контролируют пространство над Москвой с южной стороны. Их можно назвать «небесным ГИБДД», так как именно они следят за соблюдением правил воздушного движения. Впереди летом обнаружена цель в районе Внукры. Ефрейтор Наталья Гребенькова уже 19 лет на страже московского неба. Ни один летательный аппарат не поднимется в воздух без ее ведома. Если летит наш президент, то мы его однозначно сопровождаем. Куда бы он ни летел, в любую сторону мы его ведем. Я выдаю информацию о самолете, то есть его азимут, дальность, высоту, скорость, курс с интервалом каждые 10 секунд. Кстати, женщин в войсках РТВ, пожалуй, не меньше, чем в медицинских. Наталья уверена, слабый пол отличается собранностью и усидчивостью. Из Устья, на память я не могу нарисовать любую трассу, знаю, где находятся аэродромы. Информация от РЛС поступает напрямую на командный пункт батальона. Здесь офицеры опознают воздушную цель и следят, чтобы она не выходила за рамки своего коридора. В данной картиночке мы видим воздушные цели, которые обозначены красным цветом. Это воздушное судно, не отвечая в системе государственного релокационного опознавания. Если самолет не ответил на запрос свой-чужой, не выходит на радиосвязь, то командный пункт вызывает на помощь ПВО. И в воздух поднимаются перехватчики, либо воздушное судно берут на прицел зенитчики. Обмен информацией занимает считанные секунды. Новый автоматизированный способ выдачи информации, который позволяет до командующей оперативно-стратистическим командованием воздушно-космической обороны выдать информацию в реальном масштабе времени. Помимо батальона в Кашире, Москву прикрывают еще два радара. Это создает сплошное кольцо вокруг столицы и делает практически невозможным внезапное нападение с воздуха. Игорь Наймушин, Антон Казаков, Павел Шабанов. Программа «Союзники». Московская область. Парламент Армении одобрил международный договор о продлении сроков пребывания и увеличения численности миротворческой миссии в Афганистане. Документ предполагает увеличение числа армянских миротворцев и продление срока миссии на 12 месяцев. В настоящее время число армянских миротворцев в Афганистане составляет 40 человек. Туда будут дополнительно направлены еще пять инструкторов, которые будут работать в северном региональном командовании. Миротворцы из Армении осуществляют свою миссию под немецким руководством в афганской провинции Кундус, где обеспечивают безопасность аэропорта. В состав контингента входит пехотный взвод, офицер, врач и три штабных офицера. Война сближает 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Ровно столько длилась последняя война Советского Союза. В июле 79-го года в Кабул прилетела первая группа советских новобранцев. Спустя 20 лет ветераны афганской компании вспоминают эту войну почти что с ностальгией. Супруги Куманбековой познакомились после вывода войск из Афганистана и с удивлением узнали, что служили в одних и тех же местах в одно и то же время. Вера Исмаилова о тех, кто нашел свою судьбу на поле боя. Это мой парадный костюм. Прослужился на всех горячих точках. И ордена медали моей жены Хабибу Мохру. Тоже прослужился в Афгане. Они оба прошли горячий Афганистан, но встретились только на родине. Все как в кино. Он узнал ее и добивался любви. С тех пор они вместе. Там были базары. Там вот такие базары, дуканы были. А это, видите, кольцевая большая. Это Кабульский. Это, по-моему, дорога вот где-то от... Спускаешься в Кабул? В Кабул. Спускаешься от Баграма? В Сону Джалабаду идешь. Не-не-не, это Сону Джалабаду, видишь? На Лабаду, да? Да, видишь, горы какие. Они могут спорить часами. И он и она шли одними тропами. На тех территориях, где я прошел, она проходила, где она проходила, я прошел. Где я участвовал в тех боевых рейдах, она участвовала. Нас объединяет многое вместе. Объединяет нас, вот этот наш сын, объединяет наши дети, девчонки. Возможно, кто-то бы из нас не вернулся оттуда. Возможно, не было этих детей. Но они у нас появились, потому что мы живы-здоровы пришли. Это про нее и ее сослуживцев позже снимут фильм «Девятая рота». Это они освобождали хост и доставляли гуманитарную помощь. После этой операции Мухру вручили медаль за боевые заслуги. Когда после всего я приехала домой, первый день, когда я поговорила, сидели, мы долго разговаривали с мамой. Единственное то, что мне мама сказала, что мне кажется, что тебе 80 лет. Потому что из той беззаботной хохотушки девчонки я уже была намного старше своих сверстников. Естественно, Афганистан полностью изменил мою жизнь, мои взгляды на жизнь. По официальным данным, выполнять интернациональный долг в Афганистан были призваны более 15 тысяч таджикистанцев. 366 из них погибли. Почти в каждом полку, разведотделе служили таджики, которые выполняли роль переводчиков. Это жизнь, которую я прожил там, мучился, воевал, терял друзей, боевых своих друзей, терял командиров своих в возрасте от 18 до 25-30 лет. Это воспоминания никогда не забудешь, потому что горящие плящие танки, вертолеты, раненые и погибшие ребята, которых на руках таскали. Все это не забывают. Очень трудно. Душа она стоит. На этой фотографии она в маске. В Афганистане женщинам велели прятать лица. А вот снимков супруга почти нет. Это было строжайше запрещено. Да и времени не было. Десантник был разведчиком, переводчиком и снайпером. Брал полевых командиров. И если бы сейчас, говорит он, велели бы снова ехать в Афган, всю минуту бы начал собирать чемоданы. Вера Исмаилова, Салим Нахимов, «Союзники», Таджикистан. Это была программа «Союзники». Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!